Утро нового дня. Программа радио. Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня 30 ноября. Как всегда, по четвергам. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. Начнем день с улыбки. Наш забавный календарь дает нам для этого достаточно хороших поводов. Сегодня день держания хвоста трубой и носа морковкой. Значит, не унываем, а с точностью до наоборот. Ведем себя бодрячком. Тем более, что сегодня день вечной молодости. Ах, как это здорово в самом разном возрасте чувствовать себя молодым. Сегодня Международный день юбки. Хороший праздник. Милые барышни, так и сделайте. Наденьте юбку. Это ведь так женственно. Сегодня Всемирный день домашних животных. Приголупьте-ка своих питомцев и угостите их вкусненьким. Сегодня день банки для консервирования. Это, да, действительно интересно. Ведь на планете нет, пожалуй, ни одной семьи, которая бы не пользовалась разносолыми или купленными в магазине или собственного производства из консервных банок. Ну и, наконец, сегодня день личного пространства. Это когда мы с уважением должны относиться к желанию человека побыть наедине с собой. Я тоже предлагаю мысленно уединиться и погрузиться в историю, чтобы осмыслить, что с нами происходило, происходит и будет происходить. Исторический хронограф Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 30 ноября, отмечаются Всемирный день домашних животных, Международный день защиты информации и День памяти всех жертв применения химического оружия. В разные годы истории, 30 ноября, происходили следующие события. В 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности. В 1700 году состоялась знаменитая битва при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII. 30 ноября 1853 года в ходе Крымской войны состоялось Синопское сражение, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала Павла Нахимова разгромила численно превосходящую турецкую эскадру и обеспечила господство русского флота над Черным морем. 30 ноября 1876 года русский ученый Павел Яблочков получил патент на создание первого в мире трансформатора. 30 ноября 1906 года завершилась первая Сихоте-Алинская экспедиция русского географа, писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. 30 ноября 1912 года состоялось первое публичное выступление поэта Владимира Маяковского. А 30 ноября 1931 года в Луганске изготовлен первый тяжелый грузовой паровоз впоследствии знаменитой серии «Феликс Дзержинский». Специальный репортаж Межрегиональная кооперация набирает обороты. Ульяновская область налаживает деловые связи со многими российскими регионами и разными республиками и странами, чтобы укрепить свою экономику. В ноябре мы встречали делегацию из Республики Калмыкия. Цель визита – знакомство с экономическим, промышленным и инвестиционным потенциалом Ульяновской области, налаживание новых кооперационных связей, открытие логистических цепочек и замещение импорта. В рамках визита гости посетили промышленные предприятия, объекты образования и спорта. Большой интерес представители калмыцкой делегации проявили к продукции Ульяновского автомобильного завода. УАЗики пользуются большим спросом, особенно в сельских районах Калмыкии. Также автомобили приобретаются для бойцов СВО. В ходе встречи с главой Республики Калмыкия было принято решение проработать включение Калмыкии в Ульяновские логистические проекты, контейнерный поиск Китая-Ульяновск и также канал Средняя Волга-Каспийское море-Персидский залив. Итоги визита подведет Марина Алексеева, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области. Целью визита главы Калмыкии стало знакомство с экономическим, промышленным инвестиционным автотодалом нашего региона, ну а также культурные и гуманитарные обмены. А что представили гостям? Главе Республики и делегации представили производимые в Ульяновской области автомобили и автобусы в специальных модификациях для условий Республики Калмыкия. Они посетили компанию СИМАС, Автодом, УАЗ. Ну и глава Калмыкии от имени региона приобрел два автомобиля УАЗ для отправки в зону специальной военной операции. Очень востребованы наши УАЗики в новых территориях. Расскажите о посещении центра для одаренных детей «Алые паруса». Программа «Визит» включала в себя знакомство с воспитанниками нашего центра одаренных детей «Алые паруса». Более двух лет он уже функционирует у нас в регионе. Глава Калмыкии очень высоко оценил, он смотрел городскую площадку. У нас две площадки, работает еще и загородная площадка вместе с пансионом, где дети проживают и проходят интенсивы по различным направлениям. И подговоренностью между главами Ульяновской области и главы Калмыкии принято решение об обмене делегациями школьников и преподавателей. В частности, будет оказано содействие делегации Министерства образования и науки Республики Калмыкия при знакомстве с опытом работы и организацией деятельности Центра выявления и поддержки одаренных детей в Ульяновской области. Глава Калмыкии – именитый спортсмен. Что он посетил в Ульяновске? Бату Хасиков является очень знаменитым спортсменом с мировым именем. И очень хорошо пошел мастер-класс в Центре спортивной борьбы, который мы открыли в этом году в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни». Этот мастер-класс Бату Сергеевич провел совместно с нашим ульяновским чемпионом Владимиром Минеевым. Свыше 120 ребят кикбоксеров поучаствовали в этом мастер-классе. Невероятная была доверительная атмосфера. И этот мастер-класс состоялся в рамках программы, посвященной прибытию в Ульяновск, главного трофея международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». В августе ульяновские шахматисты были в Элисте. Какие результаты? Во время визита в августе в Элисту наши ребята-шахматисты выезжали в Калмыкию. Калмыкия – знаменитая столица шахмат. К сожалению, наши ребята незначительно уступили в играх с калмыками. И поэтому договоренность была о матче-реванше, так называемом. К сожалению, ввиду неприятных погодных условий ребята из Калмыкии проехали полпути и вынуждены были вернуться, чтобы не рисковать. Но, тем не менее, мы договорились о том, что до Нового года ребята приедут сюда. И еще один шахматный турнир уже на территории Ульяновской области пройдет. Расскажите о взаимодействии Министерств здравоохранения. О чем договорились? Было намечено сотрудничество перспективное, которое может иметь большую перспективу по взаимодействию двух регионов. Оно касается нашего Министерства здравоохранения направлений, с которыми работает Министерство, в частности, онкология. И глава Калмыкии готов собрать делегацию для посещения Федерального научно-клинического центра медиацинской радиологии, онкологии, ФМБА России в городе Димитровграде. Здесь тоже видим большие перспективы для сотрудничества и для получения Калмыкии необходимого ценного лечения у нас в Димитровграде. Несколько слов об участии в декабре в бизнес-форуме. И расскажите о сотрудничестве в сфере снижения безработицы. Мы пригласили бизнес-сообщество Калмыкии поучаствовать в бизнес-форуме «Деловой климат в России», который у нас открывается в декабре, будет работать в декабре. И, конечно же, показатели безработицы, которые на сегодняшний день имеет республика, превышают в три раза показатели Ульяновской области. Например, уровень безработицы по МОД 6,5% при нашем с вами показателе 2,3%. Официально зарегистрированные 0,8%, при нашем показателе 0,3%. Поэтому мы видим, что есть такое направление сотрудничества, не прямой импорт картеров, а именно промышленная кооперация. Бату Сергеевич рассказывал о том, что есть на территории республики автокомпонентные предприятия, которые можно будет совместно в кооперации с нашими предприятиями восстановить и запустить, и увеличивать таким образом объемы выпуска готовой продукции на наших автозаводах. В частности, такую готовность к сотрудничеству выразил Ульяновский автомобильный завод. Марина Алексеева, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области, подвела итоги встречи на Ульяновской земле делегации из Калмыкии. Оба региона заинтересованы в работе с местными компаниями в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, приборостроение, авиастроение, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, создание логистических торгово-распределительных центров. Радио России Ульяновск и Центр развития НКО при Общественной палате Ульяновской области представляет НКО. Путь к моему успеху. Сегодня Всемирный день домашних животных. Самое время вспомнить про лошадь. Конечно, теперь, когда есть трактора и разного рода мотоплуги, в личных домохозяйствах лошадь – это редкое животное. Но наша любовь к ним, желание прокатиться верхом, остается какой-то сказочной, неизбыточной мечтой. «Почему мечтой?» – возражает мне Людмила Данилова, руководитель одной из старейших организаций Ульяновской области, автономной некоммерческой организации, детско-молодежной и развивающей, спортивно-оздоровительной, семейной, досуговой и по Центр Лучик. Сама Людмила мечтала сесть на лошадь еще в детстве, но осуществить свою мечту смогла лишь в 45 лет. Села на лошадь, поехала и замерла от восторга. Так это было здорово. Тогда-то она и решилась на создание своего ипоцентра. По первой профессии Людмила Данилова – психолог. Пришлось переквалифицироваться в специалиста по ипотерапии, о чем она ни минуты не жалеет. Лучик начал свою работу еще 16 лет назад, в далеком 2007 году, на территории поселка Мирный Чердоклинского района, где проходит занятие оздоровительной верховой езды для различных социальных групп. НКО Лучик становился неоднократным победителем конкурсных отборов федеральных грантовых фондов. В прошлом году проект «Будь всегда на коне» поддержан благотворительным фондом Владимира Потанина. Чуть раньше, в 2018 году, проект «Отдыхаем активно» был поддержан фондом Тимченко. Я спрашиваю у Людмилы Даниловой, велика ли выигранная сумма, и что на эти средства было сделано? Костюмы пошили мы и сделали, большая красивая юбка, просто это одно, а красивая юбка, которая красиво лежит на лошади, это совсем другое. Юбки для дам, которые сидят на лошадях. Это все очень красиво, мы знаем по старинным картинам, как это красиво смотрится. А что, дорого стоит такой костюмчик? Если у тебя есть руки, и хороший бизнесмен, который тебе этот бархат отдаст не по 1000 рублей, а по 500, то можно сделать хорошо и дешево. А почему обязательно бархат? Бархат не мнется. И смотрится дорого, да? Смотрится красиво, да. Он очень красиво переливается. Опять, не дай бог, попали под дождь. Бархат все равно выглядит. А любой другой материал, опять современный материал, что-то там блестящее, либо такое, да, он уже не будет создавать вот ту эпоху, в которую мы хотим их повернуть. То есть фактически все мы в детстве девочки хотели быть принцессами. А здесь мы ее возвращаем. Понятно, она уже не золушка, но королева-мать точно выглядит. А вот бархат, он как раз вот это вот богатство создает. И плюс он очень хорош в любую погоду. Много костюмов шили. То есть есть платье, вот платье и платье, как мы говорим, королевское такое есть у нас. Платье с подъюбником обалденное совершенно. То есть там точно королеву сразу одеваешь. Но поскольку все мы женщины, думаем, что мы на двора три размера меньше, чем есть на самом деле. Поэтому когда женщина видит это платье и кого-то в ней, и хочет в него влезть, да, но мы, к сожалению, понимаем, ну не влезет она в это платье. Поэтому мы сделали не только платье, а юбки безразмерные, которые можно одеть вот эти шикарные на любую даму. Сверху у нас есть очень красивые накидки. И мы их комбинируем. То есть есть накидки под шляпки-копора. Есть накидки с меховой оторочкой, зимний вариант. Есть накидки летние, вот там типа вот такой тонкий бархат, либо шелковистое что-то есть. То есть это вот одно направление. Второе мужчины. И третье – это русские народные. То есть вот здесь у нас Маша Сарафанов. Мы на выставке также по дешевке купили очень много разных вот шалей, типа Павлово-Пасадских платков. И вот здесь уже, как говорится, опять комбинируем. Плюс у нас наши рукодельницы, вот в том числе и из чердаклов. Ну, процесс творческий не остановишь. Поэтому уже мы нашили рубах. Если у нас были просто белые кофточки, надевали под сарафан, то теперь уже правильные рубахи в пол, с правильной вышивкой. Вышивка сочетается там по тону, по цвету. Потом уже стали узоры смотреть. Ведь же все народные национальные вышивки, они же не просто так. Там в них заложен какой-то смысл. Смысл оберегов, смысл материнства, смысл здоровья и так далее. Вот, кстати, об этом мы и разговариваем, когда вот нашу программу по краеведению, скажем так, по народным традициям проводим. У нас есть замечательная такая Русин Купраш, Вера Николаевна, тоже пенсионер, наш серебряный волонтер. Она очень погружена в тему народных традиций. И, честно говоря, когда она начинала нам рассказывать про куколок, вот этих самодельных, но сейчас только ленивые их не крутят везде, я думаю, господи, ну что он скрутил там? А там у каждой куколки есть свой смысл. Эти куколки появлялись еще до момента рождения ребенка. Значит, девушка вышла замуж, ей подарили куколку, которая символизирует ее будущих детей. Пока она ходит беременной, она что-то делает для своего ребенка. В колыбельку ребенку положили. И вот есть такая простейшая куколка. Она очень всем нам нравится, легко делается на всех праздниках, в том числе вот когда дети инвалиды с родителями приходят. Мы ее делаем. Называется «Зайчик на пальчик». То есть из квадратного белого кусочка делается игрушка. Замотали пять раз, повернули, ушки получились, лапки получились, на пальчик одел. В чем ее смысл? Мама ее делала, свое тепло ребенку передала. Ребенок сидит, играет, вроде занимается, но для самых маленьких. И еще один смысл мне очень понравился. Мама уходит куда-то из избы, по делам, там еще что-то во двор, и она ребенку говорит, ты не бойся, пусть зайчик боится. Зайчик тебя защитит. И у ребенка есть вот такой вот элемент, как бы вот материнской защиты, которую ему передали вот с этой вот простейшей игрушкой. Кроме костюмов, что еще? То есть у нас было специальное седло. Мы прекрасно понимаем, что одно дело спортивные седла, на которых ездят девчонки, занимающиеся конным спортом. Другое дело седло, на котором мы занимаемся с ребенком с инвалидностью. И когда нам надо посадить большую женщину, которая может вообще никогда в жизни на лошади не сидела. Поэтому у нас есть специальное, так называемое, мы покупали дорогое офицерское седло. То есть, во-первых, оно очень удобное. Во-вторых, у него спереди есть типа вот передняя лука, ручка, за которую можно держаться. То есть, оно комфортной лошади, которой вынуждены нанести, допустим, большой вес неумеющего ездить человека. И человек, он там сидит, ему комфортно, вот как я в кресле сидит, ему комфортно, удобно. Это дорогое удовольствие, да? Это дорогое удовольствие. А сколько? Да. Ну, если сейчас за 40 уже стоит. 40 тысяч одно седло такое. Да. И плюс мы оборудовали беседку. То есть, у нас была деревянная беседка, но она открытая. А мы с вами прекрасно понимаем, что на свежем воздухе погода может меняться очень быстро. И нам нужна была именно закрытая беседка для того, чтобы пожилые могли отдохнуть, чтобы они могли перекусить, в конце концов, переодеться. И вот как раз по гранту мы оборудовали вот эту вот беседку. То есть, она примерно как ваша комната, 6 на 6. Получилась достаточно просторная. Мы очень хитро сделали. В ней много окон. Она из профлиста, то есть ветер не дует, но много окон. И мы их открываем. Она получается как будто открытая. Окошки такие легкие из поликарбоната. Мы их открыли. 6 окошек плюс дверь. И у нас получается, если жарко, то мы прямо в беседке. Ну, нравится посетить им беседка. Да. И получается очень удобно. С какой стороны ветер дует, закрыл. Где открыл. Здесь, пожалуйста, вид на березки. Здесь, пожалуйста, вид на лошадок. То есть, очень удобная вещь получилась. В этом мы, конечно, президентскому фонду очень благодарны. Потому что ведь, когда же мы пишем заявку, они смотрят не только нашу идею, не только, что мы будем делать, а что мы под это покупаем. И иногда, когда возвращают какие-то проекты, там же как говорят, что да, идея хорошая, но деньги-то вы не на то запросили. Ну, вот здесь все совпало. Вы слушали Людмилу Данилову, руководителя одной из старейших организаций Ульяновской области, некоммерческой организации, детско-молодежной, развивающей, спортивно-оздоровительной, семейной, досуговой и по центру лучик. Сегодня вечером в 19.20 Эта беседа прозвучит полностью. Начиная день после пробуждения, мы, конечно, с любопытством смотрим за окно. Что там с погодой? Снегопад ли? Гололедица? И внимательно всматриваемся, как передвигаются пешеходы. И правильно делаем. Ухо надо держать в остро. Передвигаться по улицам с крайней осторожностью. Не ровен час, поскользнешься, навернешься так, что придется обращаться за помощью в травмпункт. Анна Юртанова, директор Департамента информационной политики и работа с обращением граждан Министерства здравоохранения, подводит, увы, печальные итоги о том, как из-за прошедшего снегопада, а за ним и гололедицы, на улицах и дорогах пострадали жители Ульяновской области. Зимний травматизм влечет за собой до 15% заболеваемости с временной нетрудоспособностью. И в 20% случаев является причиной инвалидности. В том числе это возникает из-за несоблюдения участников дорожного движения правил дорожного движения. Соответственно, зимой учащаются дорожно-транспортные травмы и на 3% по сравнению с физиологичными травмами, привычными 1%. А в зимний период травмы более опасны? В зимний период они становятся не только более частыми, но и более тяжелыми. Часто со смертельным исходом. А во время снегопада стало больше травм? За прошедшую неделю на фоне обильного снегопада значимого вслед дорожно-транспортных происшествий не наблюдалось. Однако количество пострадавших в таких происшествиях все-таки выросло на 10%. Всем пострадавшим по показаниям была оказана своевременная медицинская помощь в рамках установленных регламентов на этапе первичной и специализированной медицинской помощи. Какие травмы лидируют? А возраст пострадавших? С наступлением зимы уличный травматизм сезонно возрастает почти в два раза. В результате снегопада и гололеда преобладают ушибы и переломы костей и вывихи. При этом основной долей пострадавших составляют лица трудоспособного возраста это около 80%. Также это лица старше 60 лет это около 18% и всего 2% это дети в возрасте до 15 лет. В структуре уличного травматизма большинство случаев это все-таки поверхностные травмы это большую часть составляет почти 60% ушиб, растяжение также одинаковые показатели по ссадинам, ранам в результате падения и переломы в том числе и черепно-мозговые травмы. Наиболее часто у пострадавших за прошедшую неделю встречались переломы лучевой кости в типичном месте переломы лодыжи, ключицы, костей и голени, повреждения связочного аппарата, голеностопного и коленного суставов. Уличный травматизм на прошедшей неделе в период обильного снегопада вырос на 25%, и пациенты обращались в травматологические пункты города Ульяновска и приемное отделение для оказания травматологической помощи в муниципальных образованиях в районных больницах Ульяновской области. На всех указанных этапах медицинская помощь была оказана в полном объеме и выраженных задержек у нас в Казани медицинской помощи не наблюдалось. Как вы усилили работу медицинских учреждений во время снегопада? Для бесперебойной организации оказания медицинской помощи была усилена также работа скорой медицинской помощи и учреждений, имеющих в своей структуре травмпункты и травматологические и нейрохирургические отделения. Кроме того, в целях избежания дорожно-транспортного травматизма и уличного травматизма была организована работа по своевременной очистке территории лечебных учреждений подъездных путей от снега и наледи с использованием специализированной техники песко-соляной смеси и сил хозяйственных служб медицинских организаций. За период неблагоприятных погодных условий проблемных вопросов и чрезвычайных ситуаций не возникло. А теперь ведь и гололед. К сожалению, погодные условия в настоящее время остаются неблагоприятными. Снегопад сменился гололедом и в целях предотвращения уличного травматизма министерством организована работа, в том числе в официальной группе в Однокласснике ВКонтакте и в Телеграм-канале мы разместили публикации и посты с советами травматолога по правилам безопасности в длинный период и профилактике уличного и дорожного травматизма. Во всех муниципальных учреждениях здравоохранения также проводится такая работа. Анна Юртанова, директор департамента информационной политики и работы с обращением граждан Министерства здравоохранения, подвела статистику травм, которые получили жители Ульяновской области на улицах и дорогах во время недавнего снегопада и гололедицы. В зимнее время осторожным быть не помешает. Тем более в местах перехода через автодорогу к остановкам общественного транспорта. Грейдеры дорогу чистят, а снег валом валит на места переходов. Как пешеходам преодолеть сугробы, выходя из маршрутки, или как перейти дорогу по зебре, которая завалена снегом, непонятно. Кикбоксинг. На прошлой неделе, которая в Ульяновской области была посвящена федеральному проекту «Спорт. Норма жизни», во Дворце единоборств прошел мастер-класс по кикбоксингу от тренера сборной России, чемпиона мира, двухкратного чемпиона Европы, семикратного чемпиона России Сергея Жукова. Тренировка с участием заслуженного мастера спорта России по кикбоксингу в таком формате прошла уже во второй раз. Участниками мастер-класса стали 200 ульяновских спортсменов. Ралли-рейды. Прошел третий этап чемпионата Саудовской Аравии по ралли-рейдам. В течение трех дней участники преодолели 310 километров специальных участков по песчаным барханам и пересеченной местности в бледе города Бурай-Дах. В составе объединенной команды совместный экипаж Салих Аль-Саиф и Егор Охотников в достойной борьбе заняли второе место в зачетной категории Т-3. В первый день предстоял короткий классификационный спецучасток протяженностью 3,6 километров. Второй день участок 186 километров. Произошел досадный прокол колеса и потери почти четырех минут на замену не позволило в этот день возглавить зачетную категорию Т-3. Третий день гонки 121 километр. Отыграв пару минут на спецучастке наши ребята не позволили отыграть общую потерю второго дня. Кио-Кусинкай Татьяна Буланова, Александра Цымбал и Елена Толчкова из Казахстана вернулись домой в Ульяновск с первенства мира по Кио-Кусинкай. Девушки завоевали серебряные награды. В соревнованиях приняли участие 645 спортсменов из 35 стран мира. Российскую Федерацию представляла сборная команда в составе 126 спортсменок, в числе которых пятеро ульяновцев. Поздравляем с блестящими результатами! В павильоне Министерства спорта России на ВДНХ на выставке в форуме «Россия» стартовала спортивная программа в рамках Дня Ульяновской области. В первом блоке «Время спортивной борьбы» о своих спортивных достижениях рассказали олимпийский чемпион Виталий Константинов, бронзовый призер Олимпийских игр Зафар Гулиев, чемпионы мира Александр Безручкин и Инна Тружакова, а также победитель Сурд Олимпийских игр Евгений Голованов и бронзовый призер Кубка мира заслуженный мастер спорта СССР Павел Потапов. День рождения На этой неделе свой день рождения отметил директор спортивной школы по хоккею с мячом Леонид Никифоров. Благодаря его стараниям все больше детей и подростков интересуются спортом и пополняются ряды хоккеистов. Пожелаем имениннику здоровья, благополучия, успехов и новых громких побед и достижений. Симбирское дерби. Завтра в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» в преддверии Всероссийского дня хоккея состоится матч между хоккейными клубами «Спарта» и «Крылья». Начало матча в 16 часов. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Блюсти или соблюдать интересы. Как правильно. Эти глаголы очень похожи, но имеют такие оттенки значений, которые не позволяют им быть полностью взаимозаменяемыми. Например, нельзя сказать соблюсти интересы. Интересы можно только блюсти. Разберемся, почему это так. У глагола блюсти есть несколько значений. Первое. Следить, присматривать за кем-нибудь. Второе. Стеречь, сторожить, сохранять, беречь. Третье. Строго придерживаться чего-нибудь, соблюдать что-нибудь, не нарушать чего-нибудь. А глагол соблюдать имеет два значения. Первое. Исполнять в точности строго. И второе. Строго придерживаться чего-нибудь. У глагола соблюдать нет смыслового компонента заботиться, оберегать. Поэтому в сочетании с существительным интереса оно будет вступать в рассогласование с микрозначениями слова интереса. А блюсти чьи-либо интересы значит охранять их, защищать. Лингвисты предполагают, что допущение ошибки соблюдать интересы вызвано книжностью слова блюсти, его устаревающими значениями и как следствие его избеганием. И так правильно блюсти интереса. Удачная жизнь Пять причин, почему необходимо на даче использовать мульчу. Первое. Это красиво. Замульчированная поверхность придает саду более ухоженный и аккуратный вид. Второе. Предотвращает образование на поверхности грунта корки, которое уменьшает поток кислорода и увеличивает испарение влаги. Третье. Стабилизирует температурные перепады. Под слоем мульчи земля замерзает дольше, а летом наоборот меньше перегревается. Четвертое. Сдерживает прорастание сырников. Правда, слой мульчи для этого должен быть не менее 10 сантиметров. И пятая причина использования мульчи на дачном участке. Она уменьшает размытие грунта, если делянка находится на склоне или идут проливные дожди. Удачи всем на даче! Программу «Утро нового дня» для вас провела Наталья Кузина. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут.